ох ребятушки расскажу я вам сейчас быстренько сказку да нет не ту сказку который сейчас многие в рифму подумали просто у меня есть уже в наличии ну сначала января практически с первых чисел литий железо-фосфатный аккумулятор на 100 ампер часов от производителя катал но ввиду катастрофической нехватки свободного времени мне некогда снять на них полноценный обзор а дело в том что этот аккумулятор ну довольно внушительно отличается по характеристикам внешнему виду и т.д. и т.п. от версии в синем корпусе поэтому ну на видео отличие хотелось бы пояснить не знаю возможно в будущем сделаю полноценный нормальный обзор не они так вот быстро снятой с руки но пока вот так как есть к сожалению главное отличие этого аккумулятора от предыдущего ну точнее только не столько предыдущего сколько просто от другой версии от синего они также будут позже в наличии просто сейчас сейчас их нет сейчас вот такие это конечно же размер вы видите он но максимально компактный сделать аккумулятор меньше на честные 100 ампер часов просто невозможно ну физически никак невозможно и я сейчас поясню почему размер этого аккумулятора 27 по длине если с учетом клемм то это еще два сантиметра 24 по глубине и 17 по высоте вес такой же около 10 килограмм и легче аккумулятор или тяжелец фосфатный на честность 100 ампер часов быть не может как вы видите это другой корпус это не тот же производитель что производит синие корпуса как с которыми я давно работаю но этот корпус по качеству ничем не хуже ничем не отличается просто у того производителя нету корпусов такого форм-фактора поэтому пришлось вот перейти на такой это такой же полипропиленовый мягкий пластик противоударный корпус естественно по контуру крышки также идет мягкая эластичная прокладка я сейчас позже покажу наверное достану пустой корпус и покажу как он устроен внутри ручка также имеет здесь обрезиненность здесь видите прям какая-то вот отсюда и до отсюда как будто какая-то накладка на мягенько то есть тут вот жесткая а тут а такая резиночка то есть удобно носить это клапан для выравнивания давления многие спрашивают что это такое иногда после получения откручивают думаю там зарядный порт чтобы заряжать такие о по отхом латунная гайка ребята это для сравнивания давления то есть если вы хотите открыть корпус но при этом корпус был закрыт а при положительной сильно положительной температуре то естественно при холодной погоде в нем образуется разряжение вы его просто так не откроете надо открутить и спустить воздух вот для этого эта штука нужно защелки здесь ну не такие как синий корпус то есть там надо нажимать и потом открывать случайно открыть те защелки невозможно эти но случайно открыть тоже невозможно но Но если подцепить снизу как-то вот, ну, можно, да? Но не забывайте, вас страхует вторая, их все-таки две. И даже если каким-то чудом вы на лодке очень хорошо наловились рыбы полуторалитровой из трех по 0,5, и отщелкнули две защелки, пломбы с металлическим тросом, номерные, у каждого аккумулятора своя пломба, все равно вам не дадут открыть корпус. То есть тут надо физически просто удалить эти пломбы. Именно здесь я специально перешел на пломбы с металлическими тросиками, чтобы, ну, вообще полная стопроцентная защита, чтобы даже по недосмотру вы не могли открыть аккумулятор, и у вас внутрь не попала вода. Так, вся фурнитура, она тоже на металлических штифтах, то есть металл, ручка металл. Обратите внимание, у большинства сборщиков всегда идут это все на пластике. Это все настолько хлипкое, ненадежное, и с годами все это расплывается, теряется целостность корпуса, и начинает просто везде пропускать воду. Также металлический штифт. Не видно, наверное. А, вот видно сверху. Ну, и здесь, естественно, тоже. Вот, обратите внимание, какие толстые ребра. И очень хорошее отличие у этого корпуса от того синего в том, что он может стоять вот так. То есть не падая, потому что у него вот здесь ребро, видите, оно идет прям до конца корпуса. У синего аккумулятора здесь получается петля, и вот отсюда ребро имеет вот такой скос. Его если пытаешься вот так поставить на торец, тот синий, он падает. Этот устойчивый. То есть если вам в лодке надо поставить его боком, если у вас не влезает плашмя, можете так делать. Ну, есть такое подобие неких ножек. На синем корпусе таких ножек нету. Все, по внешнему отличию больше никаких отличий. Давайте покажу вам, что внутри. Вы же меня часто об этом просите. Так, это у нас не собранный аккумулятор, поэтому он не опломбирован, не удивляйтесь. И внутри находятся четыре абсолютно новых элемента от производителя Катал. Номинальной емкостью 100 Ач. Абсолютно новые. Даже не заляпанные. Устал уже, конечно, это доказывать постоянно. Вот эта тема с новыми, либо не новыми элементами. Тысяча вопросов одних и тех же. Я показывал в предыдущем видео, как проверять новый элемент, либо не новый, как посмотреть емкость. Ну, как обычно. Камера не фокусируется. Ну, ничего, мы с этим справимся. 320 Вт-час. Можете скринить номер. Верхнюю и нижнюю строчку. Переводить его в декодер производства батарей. И убедиться, что это элемент Катал 100 Ач. Производство там либо будет январь-февраль 23-го, либо у самых старых может быть декабрь 22-го. У вас высветится. Ну, то есть этому элементу год. Год это не старый, в смысле он год где-то работал, а год это произвели. Катал не сотрудничает с физиками в Китае, только с крупными Юриками. Крупную Юрику перепродали, это какое-то время проходит. Это у него лежит на складе. Дальше крупный Юрик передает мелкому Юрику, либо физлицу китайскому. Также какое-то время лежит на складе. Там уже закупаемся мы. Все это дело едет в Россию. Ну, понимаете, это занимает довольно уж и количество времени. Поэтому вот если элементу год, это не значит, что он бывший в эксплуатации. Такие элементы стоят очень дорого. Если их кто-то себе уж купил, явно он их не продаст через, ну, сколько получается, 2-3 месяца, не больше. Ведь они у него могут быть в эксплуатации с учетом того, что всего год прошел с момента выпуска. О чем я и говорил. Эластичная прокладка по всей крышке. Фактически корпус обеспечивает IP68. Но я всегда в последнее время пишу в своих объявлениях, что влагозащита аккумулятора по стандарту IP65. Почему? Потому что в процессе создания аккумулятора проделываются отверстия, и хотя они тоже герметизируются, по резьбе может попадать вода. Поэтому IP65 это прямое попадание струй воды, капель брызг, он спокойно выдерживает. Погружение в воду нельзя, на вашей совести. Если собираетесь его топить, заказывайте хотя бы тогда при заказе установку герметичной БМС. Она в таком случае из строя не выйдет, даже если аккумулятор у вас нечаянно попадет в воду. И о плохом. В этот аккумулятор, как вы видите, невозможно вырезать ничего, кроме клемм. Ну, то есть элементы подобраны так, что максимально заполнен объем аккумулятора. Нет свободного места ни здесь, ни здесь, ни в крышке. То есть все свободное место это вот. То есть тут две клеммы, вот так и вот так. Разъем прикурителя уже сюда не влезает. В крышку он тоже не влезает, он будет своими контактами. Операции, естественно, в элементы. А с учетом того, что здесь устанавливаются демпфирующие распорки, ну, прикуриватель не установить, вольтметр не установить. Что можно установить на этот аккумулятор? Это заменить штатную БМС на герметичную. Как уже сказал, это можно заменить штатную БМС на смарт БМС. Что в первом, что в втором случае рабочие токи будут 60 А на разряд длительно, 90 А на разряд кратковременно и до 30 А на заряд длительно. И что? Все. То есть можно поменять только БМС. К сожалению, да, только так. Ну, естественно, можно укомплитровать зарядным устройством на 20 А. И сейчас наличие есть еще на 50 А. Уточняйте перед заказом, не знаю, может быть, на момент заказа 50 А уже не будет. Разбирать действительно их очень и очень быстро. Самая вкусная это цена. Несмотря на все вот эти улучшения, действительно, это элементы другого форм-фактора. То есть они чуть более толстые. По сравнению с другими в синем корпусе. Но при этом не такие вытянутые. И они стоят дороже. Хотя и там, и там 100 Ач. Но вот такой вот прикол. Те элементы используются в резервных аварийных источниках накопления энергии. А эти используются в электромобиле. На них более высокий спрос. И, соответственно, это определяет стоимость. Несмотря на это, цена для вас по-прежнему будет прошлогодней. 44 900 рублей. То есть не подорожало. Ни на рубль. Второй год у меня катал. Настоящий катал стоит 44 900. Ребята, это просто какие-то чудеса. Гарантия. Год без ограничений. Эксплуатируйте сколько угодно. Разряжайте. Заряжайте хоть каждый день по 2, по 3, 4 раза. Это катал. У них минимальный срок службы. Минимальный. То есть если будете в ноль вообще разряжать до выключения БМС. Это не менее 2000 циклов. Либо не менее 20 лет. И спустя 2000 циклов. Емкость аккумулятора будет не менее 80%. То есть он не выйдет из строя спустя 2000 циклов. Он дальше будет работать. Просто емкость снизится до 80 Ач. Это в самом худшем случае. А в лучшем случае количество циклов, которые могут отслужить катлы. То есть если вы не будете полностью разряжать. Это от 5 до 7 тысяч циклов. Где-то в зависимости от токов нагрузки, температуры эксплуатации и глубины разряда. Такое вот быстренько коротенькое видео получилось. Но как уже сказал. Нету просто времени снимать полноценные обзоры. Ребята, извиняйте. В будущем обязательно не справлюсь. Кому надо. Обращайтесь в разделе товары. Выложу чуть попозже. Пока даже в разделе товара. Скорее всего не будет этого аккумулятора. Просто тупо пишите в личку. Пишите что хотите. Катл сотку лифи по 4. Уточняйте что лифи по 4. Потому что сейчас также есть наличие и литий, никель, марганец, кобальтовый. Тоже естественно на элементах. Калпает абсолютно разные аккумуляторы. Чтобы не перепутать. Спасибо за просмотр. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok